Вот система задачек, которые так или иначе должны решить живые существа, которые, во всяком случае, позвоночные, которые должны летать. Хорошо. Значит, если драконы летающие, они предполагают, что летающие, у них все эти задачи должны быть решены. Согласна. Ну и давайте посмотрим на каком-нибудь хорошо известном примере, как же задачки решаются. И сейчас вы увидите, какое количество здесь сюрпризиков. Ну, поскольку из всех позвоночных летунов вы хотя бы немножко представляете себе только одну птицу, но в те раза вы в основном себе представляете поджирать парку и по всяким прочим картинкам. Так, летающих мышей, если издали и видели пару раз, то уже неплохо, а вот птиц более-менее вроде так представляете. Так, ну, хотя бы в виде пролированного спрюнка, который вот там на столе разделывается. То есть более или менее информационность. Отлично. Ну и давайте смотрим. Итак, птица. Ну, во-первых, два разных типа полета. Сначала давайте немножко про это скажем. Первый тип полета осваивают очень многие живые существа. Так, это планирующий полет. Можно взять листы бумажки, свернуть определенным образом и получить самолетик. Если его подтолкнуть вперед, или даже если он сделан грамотно, просто разжать пальцы и отпустить, так, то этот самолетик не будет падать вертикально вниз. А что он будет делать? Летим в момент. Ага, и гибель достаточно простая. Так, вот наш бумажный самолетик. И берем просто прямоугольный листочек бумаги. Принимаем, что толщина у этого листочка по всей его площади одинаковая. Где центр Т-6? На крещене. На крещене диагону. Вот здесь, да? Отлично. Ясно, что сила притяжения будет приложена в центру тяжести. Да, отлично. Земля притягивает. Почему листок бумаги не будет падать вертикально вниз, там, я не знаю, в течение одной секунды с пятого этажа, почему он не окажется на земле? Там может быть сопротивлением. Сопротивление может при этом безветрия, полное безветрия. Вот делим этот листок бумаги на любое количество симметричных секторах. Да? Сопротивление вот такой пары, проходящей через центр. Будет отличаться или будет одинаково? Отличаться. Ну, а на 103 упадет? Это частично. Почему? А большая площадь? Здрасте. Вот у вас прямоугольник. Проведите две диагонали, вот центр массы. Отлично. Теперь, вот центр массы, вот сюда действуют все вот эти. Отлично. Сопротивление какого-то сектора, левого или правого, больше при падении. Одинаково. Абсолютно одинаково. Вырезаем какую-нибудь симметричную полоску, проходящую через центр. Левая и правая ее части по площади окончаются или нет? Это значит, сопротивление одинаковое или нет? А, я просто не понял. По идее, это уже как-то вот так. Но, на самом деле, абсолютно равномерных средств не бывает. Поэтому все время оказывается, что либо сверху, либо справа, чуть больше. И как будет выглядеть падение? Немножко. Ну, он будет закрашиваться, как-то так лететь по какой-то сложной траектории, которую, кстати, заранее просчитать невозможно. А теперь, для того, чтобы получить предсказуемую траекторию, складываем листы бумажки в локар. Вот у него центр тяжести. А вот этот треугольничек, это крылья нашего самолетика, как положено, центр сопротивления воздуху. Вот центр площадки суммарной площади крыла. Где он должен находиться? А если он находится чуть сзади, по отношению к центру тяжести? Вот здесь. Какое положение? Если снизите, вот это за вашей базой. Ага, дело в том, что поток воздуха, поток воздуха, здесь сопротивление меньше, чем здесь. Поэтому он наклонился вперед. Как только он наклонился вперед, мы что получили? Рассматриваем зону под кровом и зону над кровом. За счет действия силы тяжести самолетик пытается опуститься вниз, то есть давить на воздух. Да? Ну и скажите, пожалуйста, где давление окажется выше? Под кровом или над кровом? Под кровом. Под кровом. Отлично. В какую сторону всегда направлены поток жидкости газа? В снизу. В снизу. В снизу. В снизу. Ага. Значит, соответственно, воздух попробует из этой зоны вот так выходить. Согласны? Мы здесь создали зону высокого давления. Ну и максимально сколько? Стоп, стоп, стоп. А площадка, давящая на воздух, у нас одинаковая площадь имеется перед и сзади? Нет. Нет, разная. В какую сторону будет выходить больше масса воздуха? Ага. В результате, что начнет с самолетиками? А он пошел соскальзывать с воздушной горы. Да. Это понятно? Отлично. Вот это и есть планирование. Отношение высоты вышки, с которой начат планирование, в длине полета будет называться коэффициент планирования. Самых лучших планирований, которые создают люди, коэффициент планирования где-то в районе 20-25. Ну, то есть, если вы залезли на 10-метровую вышку, сколько ваш самолетик пролетит? 250 метров. 200-250 метров. Порядочен. Но в конечном итоге он что сделает все равно? Порядочен. Отлично. Но дело в том, что есть два варианта планирования с набором высоты. Кто знает, как называется планирование с набором высоты? Слышали слово наверняка? Порядочен. Порядочен. Первый вариант парения, который люди вполне освоили и используют на планерах, на дельтапланах и так далее. Скажите, пожалуйста, какой воздух имеет более низкую плотность? Горячая колонны? Горячая. В результате, если у нас неравномерно нагретое участки суши или воды, неважно, то есть пятна с неравномерным нагревом, над любым перегретым участком, что будет возникать? В потоке восходящего воздуха. В этом месте падает его плотность, а значит воздух начинает всплывать вверх. Так, как менее плотная часть. Вокруг более холодный воздух, более плотный. В результате, что имеем? Вот располит, вот площадка перегрева. Здесь пошли восходящие воздушные потоки. А мы запускаем вот так наш планер. Вот здесь он должен коснуться земли. Вот наш планер. Отлично. Вот он идет со снижением, а дальше? Он вообще-то продолжает идти со снижением. Но воздух вокруг него поднимается. Поэтому будет выводить его траекторию. А дальше все будет зависеть от того, какая величина больше. Коэффициент снижения или скорость подъема. Это ясно? Да. Если они равны, как будет выводить траекторию. Вот прямо, не отдали. А, горизонтально. А потом, когда вышел из этого потока, продолжил свою дорогу. Да? Значит, а если скорость подъема выше, чем скорость опускания самолета? Сверху вверх. Пошел вверх, набрал немножко высоты. Но как только вышел из потока? Что здесь? Обсотно. Именно так. Не выходить из потока. А как же не выйти из потока? Как должна траектория выглядеть? А откуда спираль возьмется? А что мы поднимаемся? Траектория кольцо. Мы просто замкнулись на круговой маршрут внутри потока. Откуда спираль взялась? А нас поднимают перед. На каждом витке нас немножко приподнимают. Поэтому, на самом-то деле, пламер идет по кругу, но на каждом витке его немножко приподнимают. И вот мы получаем такой спираль взял. А где можно найти такие горячие потоки? Еще раз. Где можно такие горячие потоки? О, прежде всего. Какое участок поверхности лучше нагревает? Светло окрашенное льдено? Отлично. Отлично. Значит, поэтому, допустим, вот у вас есть участок лесной терминистый. А скажите, пожалуйста, любые растения своими листьями воду испаряют? Да. При испарении воды что с температурой? Понижается. Не, она понижается. Понижается. Ой, ребят, что у вас в физике? Горь, горько. Все, вода понижается. Вода, ва, ва, ва. Растения понижаются. Да не у растений, у всех понижаются. У всех понижаются. При испарении жидкости температура всегда понижается. Имеется в виду температура жидкости. А при конденсации? Наоборот, повышается. Любое живое растение своими листьями испаряет воду. В результате, что с температурой над участком травянистого луга или леса? Нет. Упало. А теперь у вас есть участок с паханым полем. Там этот холодильник работает или нет? Нет. Что будет с температурой почвы на этом участке? 20 ватс. Более высокая. В результате, что в этот месяц начнется? Неиспарение. А подзем более горячий. А не может ли наоборот более горячий спускаться вниз и из-за этого? Нет. Если вы отсюда вынесли массу, то у вас обязательно лучше возникло. У вас же не может здесь вакуум возникнуть? На них где-то, где рядом, там работа, ты должна сильно вытянуть вниз. Конечно, конечно. Дело в том, что высоте слоя атмосферы какой температуры имеет? Нет. Падает-то какой воздух будет? Горячий или холодный? А, да. Ясно? Вот это вертикальное перемешивание атмосферы. Таким концом. Вот это горячий полет. Планирование освоили очень многие живые существа. Как ни странно, даже не трофили. Есть такие летающие лепочки. У них, это древесницы тропические, очень длинные пальцы и огромные древонки. И они, когда прыгают с ветки на ветки, вот так растопыривают пальцы, а поскольку скелетики-то у них слабые, к концу прыжка выглядит фантастически. Лапы они удерживают, как парашюты, да, но их просто выворачивают. Лапы оказываются перед вами высоко-вусоко и задние передние. А все тело брюхом вниз пролисает между этими четырьмя парашютами. Но, тем не менее, это очень существенно уприняя парашют. Как ни странно, есть планирующие змеи, опять же, древесные змеи, они умудряются, у них рёбра, а это у всех змеи, рёбра не срастаются по центральной линии живота. И это как раз позволяет им проглатывать добычу значительно более крупного диаметра, чем самокреп. Ну, потому что если бы рёбра срослись, то как бы туда кого-нибудь протолкнуть, а так рёбра раскроются. Так вот, некоторые древесные змеи умудряются во время прыжка с ветки на ветку сделать вот что, не просто раздвинуть немножко рёбра, а вывести вот в такую ситуацию. В результате, прыжки они превращаются в ленту, такая плоская лента. И совершают, опять же, такие достаточно длинные планирующие прыжки, да. Их можно разобрать. Кожа, кожа. Да, вывернут из-за обратной стороны. Догадайтесь, двух раз. Если у древнего мутантика, предки которого как раз пошли в пути от специализации, связки рёберные оказались недостаточно прочными, его выбернуло и порвало на части. Он умудрит. Мало того, что он умудрит, самое главное, он потомства не оставил. А вот те мутанты, у которых система связок оказалась достаточно прочной. Постаньте. Постаньте. Сейчас, но их уже должно быть много получается. О, отличный вопрос, отличный вопрос. Ребята, вот этот промежуточный блок, генетика, популяции, мы с вами попробуем сыграть в одну из очень важных игроков. Вы про кошмар Джеткина слышали когда-нибудь? Нет. Ну, вот тогда я сыграю в это дело. Даже, пожалуй, заранее сделаю небольшую такую вставку от морфологии. Немножечко опланируйся для того, чтобы зафиксировать, поскольку вы уже наткнулись на эту проблему. Важная вещь. Когда Чарльз Дарвен сформулировал основу своего учения, один из таких известных в Британии балабов того времени, человек, который интересовался всем понемножку, хороший журналист, не очень глубокий специалист в многих областях Джеткина, обратил внимание на явное несообразие в Дарвенской системе. Ну, хорошо, кстати, слово «мутация» в Дарвенские времена не знали, не было такого слова. Использовали другой термин. Любое резкое отклонение, внезапно возникающееся без очевидных причин, у живого существа, называли «спорт». Ну, хорошо, у нормальной птицы родился один из птенцов со спортом, здоровущий крючкообразный клюв. Откуда взялся, непонятно. По идее, признак может быть использован для повышения выживаемости этого птенца. Ну, да, естественно. Таким клювом удобнее охотиться, удобнее разрывать добычу. Шанс на то, что такой птенец выживет и размножится более высок. Но, внимание, хорошо он вырос, пора искать подругу. А подруги-то все какие? С нормальным клювом. С нормальным клювом, отлично. Мы знаем, что программу спорта можно передать своему потоку. Отлично. Но подруга-то какую программу передать спорту? Нормально. Нормально. В результате потомства будет ли иметь программу конного спорта или программу на одну-вторую смешанную? Да. Смешанную. Отлично. А внуки и правнуки? На одну четвертую. На одну четвертую, на одну восьмую, дальше на одну шестнадцатую. Что будет с вот этим полезным, вроде бы, изменением? На одну четвертую. Он растворился. Он просто растворился в гигантской массе нормальных носителей признака. Вот это несогрязие было названо кошмаром Джеткина. Надо сказать, что Чарльз Дарлин до конца своих дней не нашел ответ. Вот так? Что является носителем мутации? И вот мы посмотрим с вами в дальнейшем, как проходится кошмар Джеткина. Почему не происходит растворение вот такого мутантного признака среди всех прочих вариантов? Но это в дальнейшем, когда мы уже с генетикой будем работать. О, ребята, там все далеко не так очевидно и намного более красиво. Подожди, подожди. Динамическое парение будет нормально работать, только если есть хотя бы слабый ветер над океаном. Так, скажите, пожалуйста, скорость ветра на высоте 100 метров над океаном и прямо над поверхностью одинаковая или нет? Нет, где ниже? Над поверхностью. Почему? Волон. Так, из-за волн. Кстати, не самый глупый ответ, конечно. Мертвый шкиль на океане явление достаточно. Ясно, что вот такие неровности в поверхности будут составлять препятствия для движения метров над океаном. Понятно? Да. А, ты не начнешь. Но еще одна. Плотность больше. Поэтому... Плотность где больше? Воздуха. А, снизу. Вах. Вах. На 100 метрах перепад, но настолько несущественно, что это было. Просил трения, слышали? Да. А, а, а. Понятно, почему здесь скорость не лежит? Угу. Хорошо. Ну, а тогда, да, дальше мы получаем такое, что здесь и вот направление движения ветра. А, неудачно. Тогда бы волны у меня в другую сторону шли, давайте на другую сторону ветер направим. Вот здесь за каждой волной ветровая тень. Пробали когда-нибудь спрятаться от ветра, забежав там за дом, за дерево. А, вот так, конечно. Ну, да, да, да. Вот зона метровой тень. Отлично. Смотрим, как работают, соответственно, динамические планеры. На высоте идут по ветру. Опа. Делаем вот такую петлю. Разворот ветровой тени. Ветровой тени сопротивления, вот это, при повороте. Вообще-то, стеричный ветер сопротивляется движению будет. Согласны? Да. А ветровой тени сопротивления сильный или нет? Нет. Нет. Здесь вообще скорость ветра небольшая, а ветровой тени, она еще нет. Развернулись. Здесь мы получили запас скорости. Так. Значит, на какую высоту нас теперь выбросит против ветра? На изначальную. На изначальную. Мы не потеряем высоты. А мы вот здесь запасы скорости, за счет которой получили возможность вылечить на исходную высоту. Вот такие петли, бурелестники от ботроса способны перемещаться практически без затрат энергии на активный полет, на очень большое расстояние. Они волн, а волны же быстрее идут. Быстрее, чем что? Чем на бурелестнике. Там же скорость, где же цель может. Молодцы. Очередной раз возвращаемся к вопросу. Если у данного бурелестника погано работает система органа чувств и ориентация пространства, не позволяющая ему скорректировать свой курс относительно волны, что будет с данным бурелестником? Нет, потому что не всегда же он может так скорректировать. Что будет с бурелестником, который не всегда может скорректировать? Утёшь, споря. Ну и всё. Какие бурелестники имеют шанс оставить? Которые могут скорректировать, да? Всегда или не всегда? Всегда. Всегда. Поэтому какой уровень развития нервной системы органных чувств необходим для регуляции полёта? Мы с вами на примере братца-кроликов в прошлый раз говорили. Чем платят за ошибку в навигации летун? Смертью. Смертью, а не разбитым носом. Так что все плохие штурманы давным-давно кормят опору. А потом, что не оставили. А оставили потомство вдруг хорошее штурманы. Поэтому стены развития управляющих систем действительно высочайших. Именно поэтому люди смоделировать такую систему не могут. Вся наша компьютерная техника вместе взятая, вся робототехника и так далее, не позволяют дать такую точность управления системой. Наши самолёты или вот такие вот были системы конвертопланов морских и так далее, они бьются, несмотря на все наши компьютерные достижения. Если вы считаете, что люди могут прям ах, как много, вы понимаете, что чтобы смоделировать полёт мухи, Необходимо как минимум две программистки революции и четыре технологические революции. Размеры человеческого гения – это вещь могучая, но просто не надо их переоценивать, не надо считать всё остальное таким глупеньким-глупеньким. Еще есть такие смодицы, которые учатся на поверхности моря, то есть у них расстройки между… Конвертопланов. Да, да. Конвертопланов – совершенно жуткая проблема возникает. Резко упрощая ситуацию. Закон вернули по физике. Проходили? Нет. А, не проходили. Ладно. Такой падежный сил кроват, понимаете ли вы очень? Да. То есть она вот так вот. Берем вот такую кластину, вид сбоку. Берем вот такую профилированную пластину. Обдумаем под тупым воздухом. Ну, ясно, во-первых, что у каждой пластины будет лобовое сопротивление, поэтому будет возникать сила, которая их отталкивает туда-назад. Она для нас не интересна, мы ее пренебрегаем. Будет ли вот у этой пластины какие-нибудь силы, которые будут ее сдвигать вверх или вниз? Не, не будут. Вот это совершенно одинаково. Осмотрим с профилированной пластиной, какая возникает окна. Обозначим вот эту точку через А, а вот эту точку через Б. Движение по мере пластины назовем первым маршрутом. Движение ниже пластины тоже маршрутом. Скажите, пожалуйста, протяженность первого или второго маршрута больше? Первого больше. Первого больше. Скажите, обменим прохождение порции воздуха по первому маршруту и по второму. Может отличаться или должно быть одинаково? Должно. Должно. Думать. Это порция воздуха, но ее дорожка, очевидно, дольше, да? Она длиннее, эта дорожка. Если они идут с одинаковой скоростью, что оказывается? Оказывается, что эта порция воздуха уже дошла, так? Да. Она уже вот здесь. А вот эта порция воздуха где? Еще вот здесь. А здесь что? Вопрос, да. А чем заполнен вот этот промежуток? То есть верный пульс у вас не быстрее? Должно идти быстрее, если он идет быстрее. Да. Что с расстоянием между отдельными молекулами? Меньше. А больше? Понятно, что растягивается. А если у вас растягивается расстояние между молекулами, это значит какое давление газовое? Меньше. Меньше. В результате у вас возникла разница в давлении. Так, где давление выше, над кровом или под кровом? Под кровом. Под кровом. Вот это и есть подъемная сила крыла. Крыло с таким профилем будет иметь подъемную силу направленную вверх или вниз? Вверх. Вверх. Давление под кровом выше. А на гоночных машинах, допустим, на кормле один, для увеличения сцепления с грунтом, какой профиль крыла ставит? Вниз. Вниз. Обратно. Вот у такого крыла, куда будет направленная подъемная сила? Вниз. Вниз. Прижимая колеса к грунту, повышая сцепление. Это крылья. Не машина, а крылья. Что все время делает воздух? Сквозь кругу? Вы пытаетесь вверх выйти. Хорошо. Вверх. Внизился и планировал к некоторой поверхности. Допустим, взлетное поле. Скажите, пожалуйста, когда он летит на малой высоте, могут ли потоки воздуха свободно уходить вниз? Нет. В результате что будет с давлением под кровом? Увеличится. Увеличится. Что с подъемной силой? Увеличится. Возрастает. Вот отсюда большая проблема. Все начинающие летчики, но правда на современных машинах это предусмотрено, а на заре авиация была большая проблема взлетной посадки. Дело в том, что планер или самолет в воздухе, в высокой земле, вел себя одним образом, а вот при приближении к земле его начинало отпирать от земли, начинало отскакивать. Возрастала подъемная сила крыла. Возникали проблемы точного выхода на посадку. Поэтому на самолете летали, а нажите на посадку на крыло самолет никогда не смотрели. Обратите внимание, пластины, которые вот так вот двигаются. Закрылки регулятора подъемной силы крыла. Так, вот движение, работа закрукана, как раз позволяет самолету компенсировать вот эту разницу в подъемной силе для того, чтобы нормально заходить, работать в режиме взлетной посадки. Вот это возрастание подъемной силы в близости поверхности называется эффект экрана. Птицы отлично используют эффект экрана. Ну, те же самые трубхоплевые, во-первых. Во-вторых, переканы. Перетя низко над поверхностью воды. Сколько силы можно затрачивать? Намного меньше. Дело в том, что несущество особенно скрывали, резко возрастают. Начиная буквально с 50-х лет, да, раньше даже, если не в Робусе-Порского были проекты, в течение 20-го века люди пробовали использовать эффект экрана толком. Совершенно гениальная вещь. Взяли, создали, допустим, гидросамолет, который летит прямо над поверхностью океана. Подъемная сила у крыла адская. В результате может брать на порт в 2-3 раза больше груза. Экономически выгодно? Да. Необычайно выгодно. Но что оказалось? Дело в том, что сложности пилотирования на сверхмалых высотах оказываются фантастические. Сколько времени у пилота на исправление ошибок пилотирования? Чуть-чуть. А у него нет времени. Он летит над поверхностью океана. То есть, если хоть какая-то ошибка, то не все. Ага. Дело в том, что слишком высокая аварийность оказалась в системе. А почему аварийность? Потому что когда-то надо садить. Ты немножко ошибся и добавляешь. А тут ты немножко ошибся и сходишь в море. А тут ты немножко ошибся и сходишь в море. Так. Так.